Здравствуйте, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья является пророком. Господь дает ей откровения как для народов, так и отдельным личностям. Лана Ваузер утверждает, Господь говорит всегда. И что самое важное, Он хочет говорить с вами. Она еще утверждает, что слышать Бога — это обычное явление. Вы хотели бы такой дар получить сегодня? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Лана, важно признать и отметить следующее. Я сказал вам, что вы необычный человек, но не потому, что вы учите людей слышать голос Божий, а потому, что изначально вы стремились познать любовь Всевышнего и жаждали слышать Его голос. Как же сохранить желание слышать голос Господень? Примечательно, что Иисус взял инициативу на себя, и Божий Дух наделил меня этим даром. В момент спасения я получила огромную жажду слышать глаз Бога. Я сказала, Боже, говори, я хочу слышать Твой голос. Я сделаю все, что Ты прикажешь, только бы мне услышать Тебя. Я лежала на полу в комнате каждый день, и я говорила, Господь Бог, я не сдвинусь с места, пока Ты не заговоришь со мной. Вы были наполнены Духом и молились на языках? Вначале нет. Бог спас меня, когда мне было 16. У меня была духовная жажда, и я научилась ждать Бога. Однажды я ждала Его, и я впервые ощутила Его прикосновение. И сила Бога наполнила комнату. Бог крестил меня Своим Духом, и моя жизнь полностью изменилась. Мои чувства словно проснулись. Но не нужно ставить этого главу угла. Я плакала, но сама я не понимала, что происходило в моем сердце, но я знала, что Господь есть. И я прочитала из Евангелия от Иоанна, овцы мои слушают мой голос. Бог позвал меня слушать Его, и я поверила Его Слову. Понимаете, Лана, я никогда не слышал, чтобы христиане молились так, как вы. Я тоже буду так молиться. Я запомнил вашу реплику. Каждое утро вы начинаете с вопроса, Бог, что у тебя на сердце? Вы не начинаете молитву с перечня насущных проблем. Почему вы спрашиваете об этом? Однажды я сидела в своей комнате, Иисус Христос дал мне откровение. Я подумала, сейчас я сижу перед царем, царей и Господом Господом. Ты пригласил меня сюда слушать твой голос. Господи Божий, если это правда, то о чем ты мечтаешь. Расскажи о своих замыслах обо мне, судьбе семьи, города и страны. Я буду исполнять то, что ты откроешь, провозглашать это и верить Тебе, верить Тебе, Господи. Лана, пожалуйста, поведайте нам о дне, когда вы пережили момент Великого Пробуждения. Я молилась и просила Бога научить слышать Его и с наслаждением питаться Словом. Однажды я сидела и неожиданно я услышала физический голос. Господь сказал мне три слова. «Я люблю Тебя». Это ошеломило меня. Вы, наверное, огляделись? Да, я оглянулась. И вы знаете, моя душа и сердце были просто-напросто потрясены. Голос прозвучал физически в моей душе, и глаз Господа побудил меня и дал мир. И все страхи, они ушли. Ушли навсегда. Мы часто слышим затертые привычные слова. Бог любит тебя. Почему же они оказали такое воздействие на вас? Хочу признаться, что все кроется в моих прошлых переживаниях, где я испытала боль. В тот момент я поняла, меня осенило дело в любви. Главное – это знать любовь Бога. Я Его дочь. И человечеству сложно понять такую любовь. Сто процентов, да. Расскажите о втором случае, когда вы слышали Бога физически в офисе церкви. Я сидела утром в кабинете и спросила Бога, что у тебя на сердце. Неожиданно я услышала физический голос. Найди ручку и пиши. Я начала писать, и я почувствовала, что сила Бога пронизывает все части тела. И я начала записывать с огромной скоростью. Я подумала, я же не умею писать так быстро. В этом письме Господа Бога было столько мудрости, и в том, что я писала, было много библейских обетований. Заметьте, я не писала под диктовку, я начала писать сразу, и это было сверхъестественное, красивое и истинное повествование о судьбе и о природе Господа Бога. Лана, после этого вы услышали то, что испугало вас. Что же это было? Я стою, благодарю Иисуса. Я буду хранить Его всегда, это мое письмо. Но тут я слышу, Лана, возьми это письмо и отнеси пастору. Я работала в обстановке чудесной церкви, я жила в Господнем Слове. Они готовили меня к лидерству, но они не учили пророчествовать и узнавать голос Бога в такой форме. Я думала, Бог, как же мне передать Ему это письмо, с чего начать? Я встала перед выбором, я могла остаться в офисе и не послушаться Бога, или подчиниться голосу и попасть в просаг. Я решилась, уж лучше опростоволоситься. Я постучала в дверь служителя и что-то сказала про голос Божий, про ручку и письмо, и желание Бога отдать письмо пастору. Он посмотрел на меня и поблагодарил. Я помчалась обратно в офис, мне хотелось спрятаться под столом. Пару минут спустя в дверь постучали, и я увидела, что это пастор. Он стоял, и он плакал. Он спросил, откуда вы узнали то, что вы написали? Это Бог. Тот священник сказал, Лана, сегодня я стоял перед зеркалом, и я сказал Богу, Господи Божий, если ты не ответишь на мои вопросы, то я оставлю служение. Он сказал, каждая строчка в письме – это ответ. Святые братья и сестры, участники в небесном звании. А вот что из этого получилось? Лана услышала слово от Господа для себя, но Бог хотел, чтобы она принесла его пастору, который находился в глубоком кризисе. Вы осознали важность и насущную необходимость этого дара. Потом священник часто вспоминал, что это событие преобразило его. И я поняла, Бог хочет говорить не только мне, но Он хочет говорить другим людям через меня. Лана говорила о слышимом голосе Бога, но вот незадача. Бог редко говорит верующим в такой форме. Мы обсудим после перерыва то, чему Бог научил Лану, в вопросе развлечения голоса Господа Бога. Поэтому не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, и имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Дорогая Лана, на свет появляются гуманитарии и рождаются технари. Первые — творческие личности, вторые — логики и инженеры. «У меня проблема. Я творю и делаю расчеты». Логическая сторона натуры подсказывает, если Бог хочет что-то сказать, то Он сделает это. Поделитесь тем, как и зачем нам нужно задерживаться перед лицом Господа нашего Бога. Однажды мне приснился сон. Всю ночь я слышала Господа, говорящего снова и снова, где люди, которые задерживаются. И это продолжалось всю ночь. А затем, когда я встала после состояния полусна, я молилась, «Боже, я буду задерживаться, расскажи об этом». Господь сказал, «Я открою свои тайны тем, кто любит общаться со мной». С тех пор Бог давал мне откровение о том, как важно подолгу находиться в общении с Ним. Спаситель Христос желает, что мы были с Ним. Как дожидаетесь Бога вы лично? Это выражается по-разному. Обычно я сижу и общаюсь с Богом. У меня есть время и место, где я поклоняюсь Создателю и насыщаюсь им. Я спрашиваю, «О чем ты думаешь и что ты хочешь сказать?» Я не спешу уходить. Я здесь, чтобы слушать. Я ожидаю моего Иисуса в тишине и безмолвии. Ладно, вот вопрос. А важно ли ожидать моменты, когда Спаситель наш заговорит? Сто процентов. Ожидание – это секрет, зная который, можно научиться слышать Господа. Я говорю в своей книге, что Бога можно найти везде. Иисус всегда что-то делает. Поэтому я должна взирать на Него и вопрошать Владыку, «Открой мои очи и слух, и дай выучить язык Святого Духа». Да, это как иностранный язык. Дорогая сестра, вы сказали, что часто практикуете повторения. Поделитесь с нами, что это? Два года назад я спросила откровения о языке Святого Духа. И Бог дал откровение. «Лана, тебе поможет повторение». И вы знаете, я молилась о том, чтобы Святой Дух показал мне на образцы для повторения, чтобы Он помог мне видеть позитивные вещи в жизни, которые повторяются. Спаситель сказал мне, «Лана, исследуй этот вопрос. Если я о чем-то говорю, но тебе это непонятно, тогда созерцай окружающий мир». Я начала исследовать примеры, наблюдала за собой. И Господь давал мне мудрость через одну ситуацию и через такую же ситуацию. Что это? Это было ужасное здание. Я сидела в кофейне и пила кофе с Иисусом. Я взглянула... Минуточку, друзья, вы только представьте себе. Пить кофе с Иисусом. Классная идея. Ну да ладно. Что дальше было? Я пила кофе, потом посмотрела на стену, где висит картина с башни Эйфеля. Бог сделал так, что я увидела эту картину как в 3D. Я не сводила взгляд с нее. Бог не открыл мне смысл этого знака. В следующем месяце я видела копии этой башни чуть ли не на каждом шагу. Люди дарили мне башне сувениры. Я начала исследовать Википедию и другие источники и обнаружила, что в прошлом на Эйфелевой башне установили радиосвязь и использовали ее как средство связи. Башню соорудили в городе любви. Бог сказал, «Лана, это пророческая картина того, к чему я тебя призвал». Он сказал, «Стучитесь в дверь моего сердца, и ты услышишь небесные волны». Всемогущий Господь открыл мне следующее. «Лана, ты увидишь, как мой Святой Дух проводит свой народ, и как призовет их выйти вперед и стать теми, кем я призвал их быть». Всегда утверждайтесь в любви Иисуса. Вы кое-что упустили. Что случилось бы, если бы вы не изучили этот вопрос? Спасибо, Сид. Своим разумом, без Господа Бога. Я не понял бы, что нужно сделать это. Вот что я недавно заметил, и сейчас мы детально и досконально обсудим это. За эти годы вы узнали множество важных вещей, которые надо знать, потому что Бог говорит с нами, пребывая в небесном мире, и Лана уразумела, что Бог говорит через откровение. Дорогие мои зрители, возьмем для примера всю Австралию, которой Лана не интересуется. Лана любит США. Хорошую страну, которая сделала много чего доброго. Но Лану не интересуют президентские выборы, как и меня не интересует ситуация в Австралии. Я внешняя ситуация в стране. Я в этом ноль, и вдруг Господь Бог говорит ей об этом. Пожалуйста, помолитесь в конце передачи об особом даре слышания голоса Бога. Я помолюсь. Будьте с нами. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Я твердо убежден в следующем. Лана не является политиком. В частности, она не политик из Соединенных Штатов Америки. Почему я лезу не в свое дело? Пусть она сама расскажет. Брат Сид, однажды ночью мне приснился сон. Это было очень яркое зрелище. Я видела Дональда Трампа, стоящего на арене. Он произносил пламенную речь, но я не слышала содержания выступления. Вдруг Бог поднял меня над Соединенными Штатами. Я словно парила над планетой и увидела на нашем материке надпись красными буквами «Трамп». Представляете, наше государство начало очень сильно трясти, и в это время сменилась надпись и высветилось слово «Триумф». Я услышала во сне ракочащий голос. Дональд Трамп приведет Соединенные Штаты к «Триумфу». Друзья мои, только представьте, после этого сновидения Ланы, Дональд Трамп стал президентом, а потом она получила предупреждение о главе Соединенных Штатов. Расскажите. После этого Господь Бог открыл свое сердце и попросил меня молиться о Трампе. «Однажды я общалась с Богом и спросила, что у тебя на сердце?» «Отчас мне было видение. Иисус провел меня в комнату. Мы стояли с Ним у стены и смотрели на своего рода карту боевых действий на столе. Я увидела, как нечистые духи окружили врага наших душ, и они смотрели на план действий. Эти существа вынашивали нечистые и подлые замыслы против Дональда Трампа. Господь посмотрел на меня и сказал, «Ты должна позвонить молитвенникам и поднять их на молитву о защите над Трампом, ведь он исполняет мои планы». Нам известно небольшое количество сведений, а у Господа вся карта на столе. И все, что мне нужно знать, заключено в слове «Следуй за Творцом». Послушайте, дорогие мои, я хочу помолиться о защите нашего президента. Поддержите меня. Бог зовет молиться. Отец во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что вокруг президента выстраиваются ангелы. Мы соглашаемся, что вокруг него, его супруги и детей, воздвигается защитная стена, и что всякое оружие, сделанное против него, не будет иметь успеха. «Господи Боже наш, мы взываем к Тебе и соглашаемся, что Ты дашь нашему президенту мудрость, которая является принципиально важным фактором для успешного руководства страной. Мы знаем Твои цели, Господи, ибо у Америки достаточно всего, чтобы исполнить свою судьбу. Мы будем проповедовать о Тебе миру, и поэтому мы должны молиться, чтобы Ты помог Соединенным Штатам Америки исполнить свое призвание». Лана, у Вас было видение о том, как одно слово от всемогущего и всезнающего Господа меняет все вокруг. Да, у меня было невероятное видение. Я сидела рядом с Господом, и я жила в периоде под названием «Мой разум — это поле битв и сражений». Я сказала, «Бог, мне нужна Твоя истина, поскольку Слово Твое меняет все к лучшему. Открой мне ее». И в этот момент я увидела Иисуса Христа. Иисус был на коленях и опирался о деревянную колоду. Его руки были связаны. Я увидела палача с хлыстом, а слева стоял Сатана. Дьявол смотрел на меня, и он осуждал меня. Сатана осуждал меня за мое прошлое и говорил мне, кто я такая. Враг моей души решил разделаться со мной. Когда он говорил о моих грехах, палач бил Господа Иисуса по спине. Иисус кричал. У меня разрывалось сердце. А Иисус говорил, кто я во Христе. Он говорил, кто я. О его любви ко мне и моем призвании. На всякую ложь, которую враг говорил против меня, Господь Бог отвечал истиной. В тот момент я познала, что Иисус взял все грехи на себя и все мое нечесть, и теперь я перед Ним праведная и свободная и прощенная. Эта встреча изменила жизнь. Я увидела такое проявление любви Иисуса, какого я никогда не видела. Я размышляла о голосе Господа, который возглашал истину и отразил стрелы лжи. Помолитесь, чтобы мы слышали Бога. Боже, Господи, спасибо за обещание о том, что Твои овцы слышали Твой голос. Прямо сейчас, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Боже, дай дар слышания Твоего голоса, чтобы люди дивились Твоей мудрости. Владыка Господи и Создатель, дай дух премудрости и откровения, видения и сны, чтобы мы встречались с Тобой, и пусть радость переполняет нас. Владыка Господи, зови нас видеть и слышать Тебя. Ты – Бог, подтверждающий Своё Слово, наполни нас Духом. Аминь. Сестра Лана, расскажите нашим телезрителям о том, какой силой они обладают, и о том, как стать Светом. Да. У Господа есть дивный замысел для вас, и Он всегда и в любых обстоятельствах дает вам силы, ибо вы живете для Иисуса и верите в Него. Господь Дух Святой желает действовать через вас так, как это уму непостижимо. Бог зовет вас светить и менять обстоятельства. Вы призваны являть Свет Иисуса и Любовь. Ведь наш Господь Спаситель советует вам спросить у Него, что ты хочешь и сделать сегодня? «Служи через Меня, дабы Царство распространялось». Одно единственное слово ободрения изменит судьбу человека. От вас не требуется совершенство, и Господь Бог ищет человека, чье сердце открыто для Него. У вас уже есть силы. Скажите Богу «Да», и тогда Иисус будет служить через вас. Уважаемые зрители, вы – Божие произведение искусства, сотворенное Мессией и Иисусом на добрые дела. Влиятельный руководитель СМИ пытался заполнить пустоту своего сердца деньгами, славой и влиянием. У него личный самолет. И он продюсирует популярное в стране радиошоу. Но этот мужчина не видел смысла в жизни. А вы, зритель, хотите узнать откровение, которое преобразило жизнь Магната? Если та, то зайдите на наш сайт, и вы узнаете остальную часть истории несчастного руководителя. Смотрите в следующем выпуске. Я Джон Хантер. А вы знали, что вы можете получить все благословения и блага от Бога? Дорогие друзья, начните ожидать большего, чтобы Бог дал вам больше. И смотрите новый выпуск передачи «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok